всем привет добро пожаловать в новое видео сегодня у меня для вас покупки одежды обуви аксессуаров на новый сезон к сожалению польша не славятся супер жарким летом поэтому все то что я купила к счастью пригодится мне не только весной но и также летом поехали небольшой лайфхак в преддверии нового сезона я собрала mood board тех образов которые мне нравятся которые я хотела бы носить составила свою капсулу определила чего мне не хватает и главным критерием перед покупкой чего-либо на эту весну и лето было многофункциональности то чтобы это уже подходило к тому что у меня имеется в гардеробе чтобы я могла миксовать и составлять можно больше разных образов которые я отчасти буду вам сегодня демонстрировать начнем мы с вами с верхней одежды потому что в этой категории у меня только один элемент я заметила что мне пришло время обновить мой тренч я искала что-то универсального цвета и не теплого и не холодного и обязательно не из тонкой ткани чтобы он защищал меня от ветра и самый классный вариант я нашла в мангу да он не самый бюджетный но если закажете потом вспомните меня добрым словом это тренч современного кроя и длины у него очень хорошая посадка я взяла себе его в размере s для того чтобы под низ я могла надеть например объемный свитер у него хорошая длина и мне в нем нравится абсолютно все я к сожалению не модный блогер и не стилист я не знаю как называются все вот эти вот элементы но в нем есть такие интересные фишечки которые делают его не просто классическим а еще и невероятно стильным и его вы сможете носить и с джинсами и с какими-то макси платьями и юбками и с брюками он и элегантный и casual и на каждый день и если вам нужно на какой-то выход знаете набросить что-то поверху он также отменно будет смотреться в любом наряде в котором вы решите его применить единственное о чем я хочу сказать я видела его сначала в стационарном магазине и в нем не было ни единого изъяна я заказала его онлайн на официальном сайте и и там было несколько ниточек на швах и без проблем можно убрать это никак не портит изделие но все же решила вас предупредить но а так он действительно стоит каждой копейки и смотрится действительно как что-то такое люксовое кардиган в полоску которую вы могли видеть на мне в одном из предыдущих видео также его надевала на наши пасхальные праздники и я от него по-настоящему без ума и я готова носить его каждый день и я сейчас не шучу и не преувеличиваю я огромная поклонница полоски что заметно да и я считаю что полоска идет всем она невероятно освежает это то что я ношу не только весной и летом а в любое время года мой кардиган от бренда лили silk я заказала его себе в размере m он немножко укороченный и я специально взяла его себе в размере m для того чтобы он сидел чуть свободнее был немножко длиннее это с одной стороны тренд но с другой стороны это классика которая останется с нами навсегда и этот кардиган выполнен из стопроцентной шерсти у меня чувствительная кожа я не могу себе позволить носить любую шерсть это раздражает кожу с ним все в порядке он мягчайший он очень теплый и здесь вязка не крупная она не делает нас объемнее и больше помимо этого то на что я хотела бы обратить ваше внимание у лили silk всегда так у них не только высококачественные материалы у них очень очень классные изделия но обратите внимание на фурнитуру здесь она не дешевая это очень часто портит любое даже самые классные изделия это такие золотые морские пуговки которые не облезут они не слишком крупные они вот прям очень хорошо подобраны и здесь вот в области шеи и также застежки немножко другая вязка что делает его чуть другим и чуть более оригинальным и такая же вязка здесь на рукаве он очень приятные к телу и если вы хотели бы заказать себе что-то что будет работать на вас будет радовать на вас что будет очень хорошо вписываться в ваш гардероб причем независимо от того вы ищете что-то на работу на праздник на каждый день вы предпочитаете casual стиль у лили silk очень много действительно хороших изделий у меня кстати вот эта рубашка тоже от них и кашемир шерстяные какие-то вещи они не скатываются не не вытягиваются после стирки они действительно служат годами и у меня тоже есть для вас промо код вы сейчас видите его на экране он дает 20 процентную скидку абсолютно на все и на актуальную коллекцию и на их постоянную и если вы ищете что-то для себя или даже на подарок обязательно заходите к ним я уверена что вы оцените их качество точно так же как я остаемся с вами в морской тематике у лили silk я также нашла те брюки которых мне не хватало это брюки темно-синего цвета из шелка он тонкий он струится он как будто даже переливается при ходьбе я заказала себе их в размере 4 они отлично сели и подлиннее по бедрам они да немножко свободное на мне но при этом они еще и как будто стройнят и вытягивают меня и это брюки которые очень хорошо играют и повседневном стиле с теми же биркенштоками например когда едем куда-то в отпуск да и в элегантных образах с каблуком с кедами с чем угодно и что можно сказать о синим цвете он подходит ко многим другим потому что он как раз относится к категории базовых это не первые мои брюки из шелка от лили silk я хочу сказать вам такую вещь у меня между прочим еще есть шерстяные брюки на такие классические я их относила всю зиму вот когда ты инвестируешь в свой гардероб это того стоит потому что многие вещи они как будто проходящие вот из категории побюджетнее это все-таки знаете еще не люкс но по качеству люксу это совершенно не уступает и я уверена что я буду носить эти брюки максимально часто и это не просто классические синие брюки здесь спереди еще и точно такие же золотые пуговки как на кардигане а конечно же у них все вы знаете замочки идеально работают все детали хорошо проработаны нигде не тянут швы у меня нет никаких претензий ни к одной вещи которая была у меня от лили silk также мне не хватало в моем гардеробе чего-то что я могла бы надеть под джакет но чтобы это не было что-то объемное и так как погода у нас такая очень переменчивая я хотела что-то что меня согревала бы и что хорошо опять же вписалась бы в то что у меня есть вещи от лили silk это та необходимая база или капсула в зависимости от того что вы выберете что будет хорошо сочетаться и с остальными вещами и причем тут речь не идет о том что это должна быть только классика это может быть например какой-то свитер который вы будете носить там с джинсами или рубашка которая круто смотрится и джинсами и с брюками то есть видите это максимальная вариативность в которую я сейчас для себя выбираю и вот это просто знаете такая базовая вещь но она из кашемира он у них такой мягкий и этот свитрок это кофточка кашемировая футболка представлена в нескольких цветах если вы не составляете свой гардероб например на работу у них очень много классических элегантных вещей рубашек блуз каких-то а вот это что-то что вы сможете надеть для спокойных элегантных образов например с классическими брюками или под жакет опять же в элегантных образах изысканных или же как я вот например с теми же джинсами светлого цвета с любым жакетом и это не белый такой цвет а он как светло-светло кремовый у меня очень много около бежево-коричневых вещей это то что надо для меня это немножко такая укороченная кофточка и с не широким рукавом для тех кто не любит вот какой-то оверсайз это самое то и я смогу ее как заправить так немножко подвернуть и носить на выпуск и вот обожаю лили силка за какие-то фишечки у нее здесь вот внизу на этой кофточке логотип металлический я хотела добавить в свой гардероб что-то романтичное такое женственное и также этой весной и начале лета у нас несколько семейных торжеств праздников аж два причастия школьное представление и у меня не так много именно какой-то около нарядной классики я заказала себе блузу тоже от лили силк она из шелка такого нежно кремового цвета и она с бантом причем пусть вас не пугает бант я думаю что каждая из вас может себе представить наряд с этой блузой и с элегантными брюками тоже и на работу и если вы предпочитаете такой романтичный стиль на каждый день я хотела бы показать вам несколько вариантов нарядов именно с джинсами с более современными такими широкими о них мы с вами поговорим чуть позже и если вы хотели бы надевать ее в таких каких-то расслабленных летних нарядах вы можете не завязывать бант а слегка вот так знаете завязать саму ленту и оставить ее как будто на выпуск и надеть даже с какими-то джинсами с самыми обычными мам с теми же шлепанцами с биргенштоками с какими-то лодочками на небольшом каблуке и например взять как я плетеную корзинку и отправиться так куда-то на обед с семьей просто на прогулку да даже за покупками куда угодно и ты себя ощущаешь совершенно по-другому чуть более как-то женственно но при этом и расслаблено и здесь внизу еще на рукаве вот такие рюши очень классная блуза одна из самых удачных и это не просто знаете рубашка какая-то она чуть более интересная чуть более оригинальная и так как сказала и на праздник и даже на каждый день очень приятная и шелк ну это одна из моих любимых тканей сейчас потому что в нем и не жарко он не парит и это невероятно приятно к телу и последнее в моем заказе это шелковая пижама лили силк лили силк очень многие хвалят за шелковое постельное белье и за пижамы и у меня пижам не было это та пижама которая будет меня радовать но если честно мне даже жалко ее надевать это знаете вот что-то от чего нужно избавляться и если вы хотите купить себе ну прям очень крутую пижаму или вы ищите какой-то подарок для мамы для свекрови для бабушки для близкой подруги что-то что действительно пригодится вот это оно и пижама здесь длинными брюками очень классная расцветка такой кремовый шелк здесь вообще у меня помимо изделий от лили силк такого качества шелка в гардеробе нет я его даже не встречала в других магазинах так вот здесь брюки на резинке причем она не давит очень классная и ширина и длина на мой рост мой рост метр шестьдесят два а пижамку я себе заказала в размере с и рубашка с длинным рукавом и с такими бортиками здесь еще карман с ткань такая знаете скользящая но при этом приятная она и не холодная и в ней не жарко я начала думать что такая классная пижама нужно что-то еще с ней знаете такого составить и я поняла что я смогу надевать вверх от пижама даже в таких повседневных летних образах особенно где-то например в летом на море в какой-то поездке с брюками или с юбкой при этом добавляешь какие-то летние именно аксессуары и так можно даже пойти на пляж то есть внизу у вас может быть купальник или вообще ничего куда-то там ресторан что-то более такое знаете изысканное бижутерию какую-то и супер мне очень нравится при этом вверх от пижамы я завязала и вот если вам интересно что я планирую заказать в следующий раз от лили силк это обязательно будет миди юбка из шелка обязательно составляя свою капсулу я поняла что мне нужны вот такие знаете обычные джинсы не самые модные но мне в них комфортно и я себя в них люблю и также искала какую-то модель светлых джинсов голубых чтобы они были свободными такими широкими и длинными и такие есть в манго они правда дороже чем в заре а вот это бюджетная модель из зары и если в манго не просто две пары но разных цветов в манго 34 они на меня свободные так болтаются можно сказать то в заре я взяла себе в размере 36 для того чтобы они еще и были длинными очень красивый цвет плотный джинс стоят недорого девочки находка для шпионов кому нравится такая модель они на завышенной посадке но не чересчур и иногда мне хочется надеть пояс иногда нет ремень и такого плана джинсы очень классно выглядят например с какими-то лодочками на невысоком каблуке с длинным носом меня визуально это вытягивает и издалека может незаметно они сидят свободно и с одной стороны они делают меня чуть шире как будто ноги да но все равно образ вытягивает и я себе нравлюсь не только в облегающих вещах но и ощущаю комфортно в таких посвободнее и кто-то говорит что там на рост метр шестьдесят два такое нельзя а я говорю вам что носите то что нравится вам на себе и никого не слушать еще одно очень удачное приобретение которые я нашла случайно я составляю для себя вот такие вот капсулы сейчас тоже небольшой лайфхак если вам интересно и где это можно сделать я использую приложение под названием лифт но также есть другие бесплатные укажу вам в инфобоксе девочки делились со мной в инстаграме беседуем на эту тему и не только кстати подписывайтесь если вам интересно я там бываю чаще чем на youtube и мне нужна была картинка светлого свитера и я потом поняла что у меня вот именно такого нет я раньше пробовала заказывать от польских производителей но они как-то сидели не так вот хотелось чего-то другого то слишком объемные то слишком какой-то в дырочку как будто это рукав у меня не помещается верхнюю одежду я думаю дай попробую заказать и скос я взяла себе размер с и и он шерстяной и он настолько красивый я не могу и это тоже такой кремовый оттенок который мне подходит больше чем чисто белый здесь объемный рукав вот такой летящий он смотрится вот так мило и женственно и современно и тоже вписывается и в базу и в капсулу например если для вас белый это или кремовый это нарядный цвет то для меня это даже на каждый день я и дома так хожу это одна из самых удачных покупок вот этого сезона который останется со мной на следующий год и укос очень качественные вещи здесь свитер с шерстью он не колется настолько чтобы я чесалась но так как у меня супер чувствительное декольте то вот когда я смотрю что там происходит ничего не чешется не раздражается но все же краснота немножко появляется но у меня правда экстремально чувствительная кожа сейчас переходим к трендовым покупкам я с трендами сейчас очень аккуратно я хотела бы чтобы вещи и обувь и аксессуары задерживались у меня подольше чем один-два сезона красные мне очень сильно нравится мне когда-то были красные лодочки но они на высоком каблуке тоже лаковые между прочим и сейчас я не могу себе позволить слишком часто ходить на каблуках только куда-то на выход но красный цвет он изумительно подходит ко многим базовым цветам и если выбирать что-то маленькое они прям целый жакет или костюм или какое-то платье там супер модное красного цвета это что-то что показывает я в теме трендов но при этом ты не перебарщиваешь я больше всегда по стороне классики и современной базы и я увидела вот эти лодочки от манго их очень быстро разобрали если не будет онлайн то стоит поискать в стационарных магазинах я взяла себе 37 размер на 37 с половиной они не спадают и не жмут все хорошо и они даже удобно и здесь устойчивый каблук и это такая альтернатива бренду miu miu они были первыми кто выпустил похожую модель с вот такими ремешками и они здорово смотрятся с юбкой и с джинсами тоже с классическими брюками и здесь красивый такой насыщенный яркий красный цвет в этом сезоне очень актуально полоска хотя это больше про классику и наверное навеяно вот этим офисным стилем и я дождусь распродажи и потом куплю себе или жакет какой-то в полоску в такую мелкую и тоненькую или брюки может ну я посмотрю что-то что там будет у нас на скидках но на этот сезон я приобрела себе рубашку в uniqlo это хлопковая рубашка если вы ищете себе какую-то качественную хлопковую рубашку или из льна в uniqlo не бюджетная но они вот такие у меня больше покупок из uniqlo но я покажу вам во влоге не хочу тут слишком много базы показывать потому что там футболки какие-то топы рубашка у меня в размере s можно было бы взять и xs но так как я покупала без примерки у меня очень часто такое бывает но я подумала что даже лучше что она такая длинненькая потому что я смогу ее завязать тогда получится как топ или буду носить ее как накидку куда-то на пляж вот ну а так заправляю в джинсы благо джинсы свободные это позволяют сделать и как же мне нравится сочетание вот такой голубой полоски джинсов и красного цвета это что-то новое для меня я раньше так не ходила и сейчас я прям наслаждаюсь от такой комбинации если вы не хотите классику то сейчас есть там с белыми манжетами всякие укороченные в h&m в заре но я опять же выбрала что-то что не разонравится мне не станет анти трендом через какое-то время и не будет смотреться странно и хлопок здесь приятный мягенький но и при этом не слишком тонкий позвольте мне миксовать я не сразу буду показывать все там из одной категории еще в прошлом сезоне мне очень нравились адидас самбо но как-то не знаю я не могла поймать размер потом отказалась от этой идеи у меня есть кеды в но потом я решила взять что-то такое знаете с небольшим вкраплением цвета красный бордовый это все то что ну вот сильно про меня и когда я увидела эту модель на официальном сайте с вот такими темно-красными полосками даже около бордовыми я подумала дай-ка я закажу и посмотрим что из этого получится я очень часто ношу подобного плана обувь и с юбками опять же и с брюками и с джинсами и с чем угодно и мы много гуляем пешком плюс собака и в путешествия где-то нужна удобная обувь и я заказала себе на пол размера больше я удивилась что они на меня маленькие даже мои зрительницы сказали ольбери прям на два размера больше и девочки я себе их обменяла благо еще были размеры я с одной стороны довольно в них удобно но почему-то я себе сзади натираю имя я думаю что это пройдет и и это тоже такая знаете классика которая вдруг стала очень сильно популярна и немножко другая расцветка чем у всех остальных они очень стильные и теперь они дополняют мою коллекцию кед у меня есть несколько пар новых очков и первые из них черные хотя вот так если долго всматриваться то начинает казаться что стекла здесь темно-коричневые это очки от бренда кос из их коллекции с линдой фэрроу и там была еще другая расцветка но я все же заказала себе черные они узкие они уже чем мои очки селин и они также широковаты и мне хотелось именно такие потому что все очки такого плана которые мерила там от люксовых брендов мне казалось что я в них какая-то такая толстая что ли то есть лицо такое пухлое они широковаты если вы ищете широкую модель то вот это должна вам подойти но они не сползают с меня они тоже не такие тяжелые как например мои селин они селин сползают у меня вот эти держатся хорошо и здесь нет никаких логотипов они максимально такие лаконичные и тоже приходят в чехле невероятно стильная базовая модель и она тоже теперь будет у меня в коллекции для разнообразия и на каждый день тоже для каких-то образов когда не хочется слишком большие очки самое то и очки от коз меня приятно удивили потому что здесь не дешевый пластик они вы знаете такие как надо и не тяжелые чтоб сползали да как селин у меня с двумя моделями от селин такая проблема но при этом они нелегкие то есть нет такого ощущения что это какой-то дешевый пластик супер с красным цветом я конечно себя не сдерживала я заказала себе красную сумку из zara она тоже из такой типа блестящая эко-кожа если уж совсем по-честному то я давно задумываюсь над тем чтобы купить себе именно красную люксовую сумку его сейчас посмотрю как часто я буду брать в руки вот эту и стоит ли оно того а купить просто какую-то люксовую сумку яркого цвета и повесить ее куда-то там в шкаф ну не знаю это смысла не имеет и сумка из zara очень удачной формы мне она нравится может быть я откажусь от идеи люксовые здесь удобная форма помещается телефон все самое необходимое я не ношу много с собой большие сумки это не совсем для меня и здесь классная ручка у меня такая же есть джинсовая между прочим джинсовую я брала не так часто посмотрим что будет с красной но цвет алый супер обожаю с чем угодно можно вообще взять только одно что-то красное не обязательно и там сумку и какую-то обувь но я буду миксовать по-разному если вы хотели бы такую модненькую сумку но при этом базовую они из заре в абсолютно разных цветах вещь которую я ношу чаще всего это юбка миди сатиновая это конечно вам не шелк из зары и она вот у меня не счастлива потому что каждый раз когда ее надеваю я ставлю пятно или кто-то ко мне прислониться или я куда-то сяду и я стирала ее очень много раз к счастью она пока что не рассыпалась стирала ее уже ну наверное раз 20 но когда это произойдет то я поняла что это тот элемент гардероба в который я вложусь то есть я закажу себе скорее всего из шелка хотя если вам бюджет не позволяет то вот это из зары она неплохая я взяла себе размер с она сидит так как надо и по длине все хорошо вы меня спрашивали просвечивается ли она когда я надевала под нее колготки светлые со светлым швом это было видно но для того чтобы белье не просвечивалось я выбираю бесшовная бежевая из H&M и все хорошо мне кажется белье у меня в примерке не светится и вот такая юбка она тоже с балетками и с лодочками и с кедами с любым верхом вот именно такой цвет теперь мне нужен навсегда и такая модель юбки пожалуйста конечно если присматриваться к швам то зара иногда здесь косячит может где-то что-то тянуть может быть не идеально поэтому если хотите что-то дорогое то я уже сказала вам где искать а вот такие юбки в заре есть тоже разных цветов и если вы хотели бы научиться носить такого плана вещь как-то попробовать ваше не ваше или ищите что-то недорогое то вот в заре они есть в разных цветах у меня несколько новых сумок меня немножко понесло вот эту вы могли видеть первом образе я тоже показывала вам ее во влоге я перезаказала потому что первая приехала мне там была вот такая как будто вмятина от коробки которая тоже была в общей и я перезаказала с этой все хорошо и такие сумочки как чемоданчики маленькие да это аналог шанель можно сказать они сейчас есть нескольких расцветках и она даже вместительная у меня сюда влезает телефон там зеркальце какая-то помада ключи и также ее можно носить в качестве вечернего варианта снимаю вот эту цепь или же с цепочкой через плечо для того чтобы освободить руки для каких-то повседневных образов между прочим на пасху я брала ее потому что мне нужно было нести и корзинку и где-то игнату помочь это очень удобно и смотрится так стильно она и классическая но при этом современная можно с чем угодно надевать хоть с джинсами и здесь нет никаких надписей логотипов эко кожа не блестящая она не смотрится дешево между прочим там еще другие расцветки я вот думаю когда мне что-то нравится я могу купить даже нескольких цветах и фурнитура здесь не блестящая а вот такая состаренная как в моей сумке и в сон лоран серьезно и издалека даже вблизи смотрится очень классно опять же работая над своей капсулой я поняла что я хотела бы какую-то светлую обувь себе на каблуке и мне так понравились эти из H&M я увидела их на картинке и это не просто светлая обувь они как текстильные и при этом носочек здесь из эко кожи я понимаю что я не буду часто ходить в этой обуви если полностью взять текстильные то они будут пачкаться на носиках я я уже себя знаю и это не просто длинные носочек они как знаете обрубленные такие спереди сзади они на резинке у меня 37 размер и они удобные то есть я смогу надеть их там даже на полдня скажем целый день я наверное на каблуке сейчас не выхожу и если бы вы меня спросили вот что мне хотелось бы такого экстра в свой гардероб это были бы тоже подобного плана лодочки тоже с открытой пяткой от Dior но как-то за тканевую обувь которая наверняка быстро испачкается мне честно говоря жалко если если же я созрею то возможно на следующий там день рождения или просто куплю себе но пока что вот этими я довольна вот H&M и они так красиво смотрятся с вот этой юбкой миди иногда я составляю такие наряды в которых я вот как во второй коже и я от себя по-настоящему кайфую пожалуй вот этот светлый наряд со светлой юбкой светлым свитером и светлой обувью это вот то как я сейчас себя ощущаю и еще одна красная пара обуви здесь два тренда во первых это мэри джейн модель то есть такие балетки с пряжечкой и красный яркий цвет сначала я заказала их и вы знаете я думала что это мне не подойдет что это сделает меня как-то толще что укоротит ногу это балетки из Zara они у меня в 38 размере и мне нравится как они на мне выглядят и с джинсами тоже с мини юбкой которые я буду носить но просто у нас еще достаточно прохладно и над этой категорией мне стоит поработать потому что у меня есть только одна которая мне на мне нравится из эко кожи я показывала вам более смелый супер модный вариант я возможно буду так ходить но не слишком часто ну то есть несколько раз надеть красные колготки это наверное не прям на каждый день но вот эти балетки они очень здорово смотрятся даже вот например с вот этой блузкой я не успела девочки заснять прям все 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 образы которые хотела бы из-за плохого самочувствия но потом во влогах буду вам показываться с голубыми джинсами с вот этой рубашкой и мэри джейн очень красивые и даже взять корзинку вот эту летнюю супер на какие-то не очень жаркие дни мне так очень нравится и вот эти балетки тоже много к чему как оказалось подходят и к юбкам и к брюкам джинсам видите я постаралась так знаете по разному помиксовать и с серым цветом красный бордовый это тоже нечто еще один тренд это открытые ключицы открытые плечи и вы не поверите я покупала такого плана блузки кофты в разных магазинах и очень многие из них или странно сшиты или сильно передавливают в плечах или ткань очень тонкая и ты потом выглядишь в ней как сарделька и я уже прям дала буквально последний шанс заре и подумала что если здесь что-то будет не так то тоже отпускаю и все проходим мимо также очень многие такого плана кофты будьте с этим осторожны там вот слишком широкая вот эта полоска я не знаю как девочки их носят но как только ты чуть-чуть приподнимаешь руки все вот это все подскакивает наверх непонятно что происходит и еле нашла то что меня устроит причем я взяла себе сразу костюм то есть это не платье это кофточка отдельно и миди юбка и это как будто такой немножко плюшевый трикотаж я не уверена что это не скатается со временем и такой молочный цвет он светлее чем свитер чем моя юбка это ближе к белому но в этом не еще окей то есть прям белый белый как после белизны я в нем выгляжу очень странно и более такой уставший и вот эта кофточка тоже она прямого кроя и чуть удлиненная я взяла ее себе в размере с и юбка тоже у меня с и это сидит на мне свободно может быть даже кофту взяла бы себе в размере xs но я не помню то ли ее не было то ли она не существует иногда в заре бывает такое что размерная сетка начинается с эски я уже несколько раз упомянула сумку корзинку вот такую это уже наверное даже больше про лето чем про весну но я побоялась что их быстро разберут и заказала сейчас и тоже хотелось бы поделиться с вами своим отзывом это сумка от бренда демильер я заказывала ее из официального сайта они есть в нескольких расцветках то есть не обязательно там вот такое сочетание соломки с кожей это натуральная кожа и она пришла ко мне из великобритании если вы живете в евросоюзе то имейте в виду что возможно придется заполнять так было в моем случае документ то есть мне курьерская служба прислала документы которые нужно было распечатать заполнить я приложила еще чек я не платила никаких налогов я считаю что ну в принципе нормальная цена за такую сумку и она выполнена даже чуть лучше чем жак мю мы с насти смотрели сумки жак мю такого плана и вот это по качеству мне нравится больше соломка везде идеально знаете так заплетена все хорошо сшито и я выбирала между этой и рыженькой но все-таки подумала что это будет более универсальные наверное подходящий к тому что у меня есть хотя вот в рыженькую соломкой может быть просто другого формата приобрету себе и здесь тоже удачный размер они есть маленькими медиум насколько я помню у меня медиум обязательно вам укажу в инфобоксе для тех кому актуально есть еще большая но та уже совсем знаете как пляжная а это даже в город и здесь две кожаные ручки можно или повесить да или вот так вот на плечо и она и как городская и даже как пляжная у нас дома как в тележке возит всю нашу пляжную атрибутику и более объемные вещи а я так для красоты я думаю что это не последняя моя сумка от бренда демелье мне очень нравится что-то выпало заколка же у них есть модель токио и наверное я себе закажу светлую в коже под крокодила но размышляю как видите у меня сейчас нет импульсивных покупок хочется и вас призывать к тому же я хотела себе купить вот такого плана очки с бежевой оправой и вы не поверите такого плана форму не так-то просто и найти которая бы мне нравилась на мне и на удивление вот эти с такими темно-серыми стеклами я нашла в заре пластик здесь хороший и цвет вот не белый а именно кремовый вы видите еще на фоне одни они из аутлета манго и они уже с коричневыми стеклами и я не смогла выбрать какая модель мне нравится больше и с теми и с теми стеклами ну наверное оставлю две они недорогие но это тоже не та модель очков которую я носила бы изо дня в день это под определенные образы только скорее на летний сезон поэтому опять же выбираю масс-маркет они чуть более круглые классические из аутлета манго он онлайн и здесь еще до сих пор наклейка потому что я не могла понять возвращать или оставлять но оставлю и те и другие и наверное последнее приобретение которое вписывается в два тренда это серый цвет и макси юбка я искала себе макси платье причем с открытыми плечами тоже все не то все не так моя зрительница поделилась со мной своей находкой это тоже костюм из зары из такого плотного трикотажа юбка в пол но она сразу предупредила меня что бери побольше я себе заказала юбку в размере м потому что я хотела чтобы она прям вот знаете за косточку буквально была и чтобы не слишком сильно меня обтянула она меня такие обтянула но это не делает меня толще и как-то объемнее когда вещь на тебя мало то ну это придает тебе объем и это так как я сказала не тонкий трикотаж резинка здесь такая плотная я думаю что если бы она была тоньше это все сползала бы и сзади разрез я заказывала себе макси платье кстати дорогое там она стоила больше ста евро это с хорошей скидкой на 8 марта и платье было в пол но она была без разреза еще и зауженная но я не знаю как в этом ходят и очень многие польские блогеры рекламируют такое платье я не поняла как они в нем передвигаются поэтому оставила себе этот костюм и с кедами с каблуком наверное нет но вот больше с плоским ходом с чем-то таким с балетками красными здорово с любым цветом но вот как как-то сочетание бордового с серым бордового с красным мне прям сильно по душе и кофточка у меня в размере тоже м рукав здесь длинноват и ну с я наверное втиснулась бы но зачем оно надо если можно купить что-то что будет облегать но у тебя будет в там комфортнее это будет лучше смотреться и здесь вот такие пуговки три которые можно застегнуть расстегнуть как хотите и это что-то облегающее что не часто встречается в моем гардеробе на этом у меня все я надеюсь вам сегодня со мной было интересно не забывайте поставить пальчик вверх я очень хотела вдохновить вас не столько даже на покупки сколько на анализ того что у вас есть в вашем гардеробе на более обдуманные покупки возможно подкинула какие-то идеи нарядов или того что стоит приобрести я была очень очень рада несмотря ни на что наконец-то снять потому что и укладка на дайсон развалилась сразу после того как я закончила ее делать практически все видео записала без звука ну в общем такие блогерские приключения но тем не менее я рада что все вышло пока пока